Нобелевский комитет Это совершенно нестандартное решение Дело в том, что известно, что Нобелевские премии Во всяком случае в области естественных наук Делятся на две неравные части Одна часть – это Нобелевские премии за открытие Которые вошли в жизнь, вошли в практику, вошли в науку Которые хорошо известны, по которым опубликованы Многие десятки и сотни статей Практические результаты есть Такого типа Нобелевскую премию в частности Получил наш с вами соотечественник Ларис Иванович Алферов, как известно И есть второй тип Нобелевских премий Это так называемые пионерские Нобелевские премии Когда премии даются за открытие Которое совсем не очевидно для большинства научной общественности Такое открытие и было сделано в 2006 году И в 2010 году Нобелевская премия была присуждена Нашим с вами бывшим соотечественникам И это решение Нобелевского комитета Как и всякое, впрочем Кстати говоря, в Стокгольме есть специальный В институте есть специальный отдел Где концентрируются все те замечания Все те возражения Все те критические высказывания Которые по каждой Нобелевской премии всегда бывают И бывают судебные процессы И бывает многое-многое Что касается Нобелевской премии О которой мы говорим Которая была присуждена в 2010 году Новоселову и Гейму То здесь не было существенных критических замечаний Большинство научной общественности Было в недоумении Многие пожимали плечами И говорили, что физика уже кончилась Что у нас нет хорошей науки Что Нобелевский комитет присуждает Премию за снятие с поверхности графита Скотчем какой-то небольшой пленочки И эти люди, кстати говоря, и здесь В Новосибирске профессор Дмитрий Квон Разразился в независимой газете в свое время Очень такой язвительной критической статьей По этому поводу По поводу присуждения этой Нобелевской премии Но жизнь, как всегда, оказалась гораздо интереснее И очень быстро опровергла эти критические сомнения Мы сегодня видим колоссальный взлет интереса К этой проблеме Нет ни одного журнала Ни в области физических наук Ни техники, ни химии В котором бы не публиковались Десятки, а иногда и большее количество статей Связанных с графеном Количество статей возрастает Геометрической прогрессией И уже совершенно невозможно уследить Даже за потоком информации об этом Следующий, пожалуйста Ну, место нашей страны В числе тех стран, которые очень интенсивно работают в этом направлении Вполне определенное И хотелось бы, конечно, чтобы оно было больше И мы для того и собрались здесь Чтобы постараться обсудить все вопросы Связанные с этим интересным материалом И посмотреть, что можно сделать на сегодняшний день В этом направлении И человечество никогда не держало в руках Такой материал, у которого было бы Такое сочетание новых положительных качеств в одном И вот главная наша задача состоит в том Чтобы взять эти качества Чтобы сделать их рабочими Чтобы сделать Используя уникальные свойства графена Устройства, материалы, процессы И многое-многое другое Директор института неорганической химии Члену-корреспонденту Российской академии науки Дорогие друзья, голубь, уважаемые коллеги Мне очень приятно присутствовать в этом зале И участвовать в открытии этой замечательной конференции А эта конференция даже еще и номера не имеет Поэтому первое мое пожелание Чтобы эта конференция была действительно первой конференцией А на последующих конференциях вы продолжили развивать те результаты Которые вы уже обсудите в ближайшие дни И получите новые замечательные результаты Я в этом абсолютно уверен Конечно же, я не специалист в этой области Но совершенно очевидно, что открытие графена Это то открытие, которое называется breakthrough То есть меняет наше представление После того, когда делаются такие открытия Кажется многое понятно, совершенно очевидно Как мы до этого раньше не догадались Но, в общем-то, вот в этом и суть таких великих открытий Самое главное, на что нужно обращать внимание в этой химии И материалы ведения Это, конечно же, поиск функциональных свойств И возможность адаптировать эти замечательные структуры В устройства с уникальными свойствами Мне очень приятно приветствовать вас здесь, в этом зале От имени сотрудников института неорганической химии Вы можете посмотреть на сайте И также разговаривать с сотрудниками нашего института И увидеть, что это достаточно большой институт Я надеюсь, достаточно интересный Поэтому у меня просьба Воспользуйтесь этой возможностью Обратите внимание Постарайтесь больше узнать про наш институт Мне также очень приятно передать вам наилучшие поздравления От директора института физики полупроводников Профессора Латышева и профессора Бухтиярова Который является директором института катализа имени Борецкого Желаю вам успешной работы Отличных докладов Благотворных дискуссий И новых результатов Спасибо Спасибо, Владимир Петрович